НИЧЕГО СЕБЕ Не думаешь, что делать, что это адекватно обернется мне просмотрами, лайками и подписками для моего канала? Глядите, так и кринжовую шапку с айвэ уберу. Итак, перейдем к сути видео. Джиян, первый легендарный дамагер на поле, который вы можете получить... А, точно. Который вы можете получить в первой половине ивентового баннера. Разборный шнём с обычных атак. Сказать мне про них нечего, могу добавить лишь что они красивые такие. Ешка тоже просто наносит урон. Я забыл рассказать про пассивки. Первая даёт 10% силы атаки при интро навыке на 15 секунд. А вторая даст халявные 12% крит урона на 8 секунд, когда атаки Джиян достигает цель. Всё, простите, смотрите дальше. И также перед ультой мне нужно будет сначала рассказать о шкале резонанса. Так называемая решительность при заполнении хотя бы одной из этих двух полосок даёт нам следующий баф. Если мы нажмём Ешку, то мы тратим одну полоску и получаем баф. На урон этой Ешки на 20%. И кстати, когда мы в ульте, эти 20% действуют постоянно и оно больше не требует решительности. А если мы используем ульту с полоской решительности, то нанесём вначале сильный удар драконом. И урон считается уроном тяжёлой атаки. Заодно сразу расскажу я о ульте. Мы переходим в режим Цинлун и увеличим устойчивость к прерываниям. Также каждая наша атака считается уроном тяжёлой атаки. Остались интро и аутро навык. Интро навыком мы просто носим атаку с воздуха. А аутро навыком Джиян вызывает Цинлун для скоординированной атаки, когда каждая тяжёлая атака следующего персонажа достигает цели. Эта атака длится 8 секунд и может срабатывать раз в 1 секунду вплоть до 2 раз. Ну а теперь поговорим, как же его собрать. Очевидно, что сигна на него лучший выбор. Она и аро урон даст, и бонус тяжёлых атак. Имба. А из альтернатив можно поставить легендарку со стандартом. Она даст вам восстанову и урон в ульту после использования Ешки. Эпические варианты приближаются к легендарным только за счёт созвездий. Но даже без них будет очень хорошим вариантом для Джияна. Это эпическое оружие из боевого пропуска даст вам крит шанс и атаку при нанесении базовых или тяжёлых атак. Я также понимаю, что не так много людей покупает БП. Поэтому постарайтесь выиграть вот этот эпик, который даст море атаки и его уже желательно иметь 5 пробуждения. По эхо всё так же просто. Ставим любые эхо аэроэлемента, чтобы получить бонус комплекта. Включающий в себя бонус аэродамага. Пассивный на 10% и ещё на 30 на 15 секунд после интернавыка. В главстате вот это вот обезьян на 4 стоимости. Потом 2 по 3 и 2 по 1. Тут бонус элемента и здесь атака в процентах. В допстатах ищет крит шансы крит урон. Бонус тяжёлых атак, восстанову и атаку в процентах. Что ж, отряды. Сразу бросается новым артефи и альтом. В первую очередь бафает тяжёлые атаки и сам наносит урон с карманом. Плюсом, как по мне, является лучшим вариантом. Кайкис на канале. Ну и альтом. Бафающий аэро урон, ну и свой немножечко насыпет. А вот и заключительный этап. Который, кстати, особо никто не смотрит. Созвездие. Первый отдаёт нам просто 2 зарядной еш... Ладно, хватит. 2 зарядной ешки и они тратят половину одной шкалы резонанса, а не одну всю сразу. Второй после интернавыка даёт нам одну шкалу решительности. И также 28% силы атаки. Действует оно 15 секунд и откатывается также 15. Третья даст 16 крит шанса и 32% крит урона на 8 секунд после использования ешки, ульты или интернавыка. Четвёртый даёт бонус к урону тяжёлых атак всем членам отрядом. На 25% на 30 матью секунд. В пятом множитель урона аутра скилла увеличен на 120%. Плюсом джиану даётся 3% атаки на 8 секунд за каждый атак, попавший по цели. Суммарно может подняться до 15 раз и этот эффект сразу же максимальный после интернавыка. И самое мажорное, шестое созвездие. После каждой тяжёлой атаки, ешки или интернавыка, джиан получает один стак импульса, суммирующийся до двух раз. Используя ульт со шкалой резонанса, он поглотит весь импульс и каждый заряд даёт 120% урона в ульту резонанса. Ну да ладно. Надеюсь, вы в шоке с моего мега-перехода и я смог вам помочь, и вы поддержите с ним лайком и подпиской. Также можете написать в комменты, если думаете, что я не прав, или предложить идею до следующего гайда. Вообще, пишите, что хотите, хоть советы спрашивайте. На этом видео подошло к концу. Всем удачи!